здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 24 ноября светлый и чистый день день воплощение мечты когда удастся абсолютно все сегодняшнем видео вы все узнаете четверг 24 ноября светлый день новолуния сочетающим благоприятные первые и вторые лунные сутки наступает время планирования привлечения свою жизнь удачи освободитесь от всего наносного установите для себя конкретные цели и сделайте первый шаг мечте в она находится стрельце делайте сутки особенно благоприятными сохраняйте душиный покой и не стремитесь к переменам поскольку для них еще будет подходящее время сегодня важно действовать правильно избегать эгоизма делиться опытом с окружающими в этом случае день пройдет плодотворно и гармонично час пятьдесят семь наступает волшебное время новолуние открывающие первые лунные сутки продлятся они до 9 часов 9 минут поэтому раннее утро следует посвятить подробному планированию не пытаясь воплощать в жизнь возникающие идеи это хорошее время для медитации так как они позволят очистить сознание от ненужных мыслей и понять чего именно вы хотите постарайтесь как можно детальнее представить к чему стремитесь избегайте абстракции из девяти часов наступают орывы на сутки счастливые энергетически сильные в эту пару вселенная предоставляет вам все необходимое чтобы достичь поставленных целей обращайте внимание на детали действуйте уверенно от ваших поступков совершенных сегодня зависит успех на протяжении всего последующего месяца так что отбросьте сомнения медлить и раздумывать сегодня нельзя поскольку время планирования и осмысление ситуации закончилась настала пора активности и напористости поэтому даже если вам внезапно показалось что принято решение ошибочно не отступайте продолжайте двигаться вперед метание сомнений лишат ваше начинание успеха а безоговорочно вера свои силы поможет достичь успеха даже заведомо проигрышной ситуации энергетика вторых лунах суток отличается позитивом и подталкивают к добрым делам проявите щедрость делайте кому-либо приятный подарок придите на помощь в сложной ситуации все блага которые вы подарите окружающим вернуться в утроенном количестве сны увиденные сегодня показывают события грядущего которые вы в силах изменить или приблизить при их расшифровке ориентируйтесь не только на сонник но и на голос собственной интуиции правильно истолковав ночную грезу вы сумеете избежать ошибок и сложностей привлечь в жизнь удачу с наступлением вторых лунах суток вы ощутите желание творить заниматься искусством в эту пару вы ощутите вдохновение и прилив сил а любые процессы требующие фантазии и нестандартного подхода доставит массу удовольствия поэтому смело реализуйте свои порывы занимайтесь созиданием и создавайте красивые вещи также это отличный день для получения новых знаний ваш интеллектуальный потенциал сегодня находится на пике поэтому даже то что еще недавно казалось сложным для восприятия становится понятным и легким для восприятия поэтому воспользуйтесь случаем чтобы расширить свой кругозор узнать что-то новое и полезное занятия спортом оздоровят и укрепят тело но заниматься необходимо исключительно хорошем настроении противном случае если вы будете тренироваться через силу эффект окажется прямо противоположным кроме того по причине ночного новолуния организм пока еще ослаблен поэтому остерегайтесь перенапряжение делайте паузы между упражнениями и не перенапрягайтесь луна советует наступает благоприятное время для реализации всех ранее составленных планов однако поскольку в утренние часы остается влияние новой луны к активной деятельности лучше приступить во второй плане дня в этот период любая ваша деятельность им будет успешной день подходит для коллективного труда совместных проектов одиночная деятельность будет менее успешной поэтому постарайтесь больше времени проводить компании коллег успешными будут переговоры деловые встречи также это отличное время для перехода на новое место работы денежные операции будут успешными но только после наступления вторых лунных суток противном случае они вряд ли окупятся после девяти часов вы можете делать дорогостоящие покупки одалживать и занимать деньги вкладываться в инвестиции однако не поддавайтесь искушению вложить средства непроверенную компанию или совершить спонтанное приобретение так как в этом случае удача будет не на вашей стороне это хороший период для домашних дел вам окажется по силам даже начатый сегодня ремонт не говоря о менее масштабных действиях в результате ваших стороне дом станет уютнее а между домочадцами воцарится гармония энергетика вторых лунных суток недостаточно структурировано чтобы способствовать формирование связи между людьми поэтому в компании незнакомца вы будете чувствовать себя неуютно исключение составляет деловые контакты для которых собранность и настороженность пойдут только на пользу также успешным и позитивно будет общение с коллегами друзьями или родственниками то как сложится отношение с любимым человеком зависит исключительно от вас если накануне произошла ссора или в семье отцов стоит взаимопонимание день лучше провести по одиночке так как противном случае взаимные обиды приведут к длительной ссоре гармоничные отношения не требуют ограничения общения они помогут вам лучше узнать друг друга укрепить чувства день идеально подходит для любых поездок включая командировки дорога будет приятной и гладкой какие-либо сложности маловероятно отдайте предпочтение активному отдыху сегодня будет особенно запоминающимся энергетика новолуни усиливают любые обряды проводимые именно в этот период в эту пару вы можете привлечь удачу оставить прошлом все что потеряла актуальность стало не нужно однако особенно сильна практика привлекающим богатством и изобилием привлечение богатства этот ритуал позволит вам надолго забыть о денежных неурядицах приготовьте несколько монет желтого и белого цвета вечером когда стемнеет положите их стакан с чистой водой поставьте на любой подоконник и скажите луна обновилась а ко мне богатство явилась проговариваем три раза затем можете заниматься своими делами а ритуале старайтесь не думать на следующий день аккуратно возьмите монетки положите их в кошелек воду нужно вылить на улицу под засохшее дерево все такой метод привлечет богатство привлечение в дом удачи течение сегодня повяжите на ручку любого окна красную шерстяную нить на протяжении дня обязательно откройте это окно немного проветрите помещение нитка обязательно выгонит из вашего жилища все неудачи и привлечет положительные события оставьте ее так до следующего утра затем снимите и сожгите в пламени свечи обязательно произнеся слова благодарности делайте такой несложный обряд на протяжении месяца и вы увидите значительные изменения и чтобы желание исполнилось и этот обряд проводится исключительно в период новолуни поэтому приступать лучше всего стоит в час пятьдесят семь ночи или сразу же после этого времени вам нужно просто зажечь свечку не громко проговорить свое желание а потом сказать такие слова сказано исполняется в жизнь воплощаются быть посему проговариваем 7 раз свою свечку оставляем полностью прогорать до конца любое купленное новое предмету в дом обязательно принесет успех особенно финансовом плане но по народным приметам 24 ноября отмечают федор студен и родившиеся 24 ноября считаются общительными людьми с ранних лет любят самостоятельность не терпит контроль и демонстрируют лидерские задатки что помогает им добиваться самых выгодных условий где бы они не оказались талисман для таких людей является цитрин наши предки говорили что 24 ноября это то время когда холода становились особенно ощутимы до усиленный ветер и все вокруг становилось ледяным оттого и было дано название дню студеный чтобы согреться от студенных ветров обязательно заваривали травяные чаи собранные летом чай добавляли сушеные ягоды считаю что если выпить такой чай то следующий год будет богат на урожай ягод и полезных растений несмотря на то что все оставались дома все же каждый находил себе занятия женщины и девушки занимались рукоделием или вязанием наши предки верили что вещь связанной на федора наделена исцеляющей силы поэтому чтобы успеть связать побольше многие начинали вязать с раннего утра и до позднего вечера также занимались перебором посуды особенно той которую уже не пользовались на руси им говорили если в доме есть посуда со сколами и трещинами то денег и богополучия там не видать поэтому безжалостно перебирали и выбрасывали все треснувшие и неиспользуемые до наступления вечера стремились убрать дом и обязательно вымыть полы согласно поверью оставив на ночь дом беспорядки хозяева насылали на себя непростые времена которые длились больше полугода и по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговариваем такие слова я посылаю любовь и исцеление каждому органу моего тела вот повторяем один раз и вы посмотрите насколько вы себя будете чувствовать прекрасно а